Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экземпляр. Библейский портал экземпляр. Примерно такая же ситуация, как было с Авраамом, и Господь напоминает Исааку, что при голоде, тогда мы видим, что Авраам снисходил в землю египетскую. Здесь же Господь предупреждает, говорит, не сходи туда, не сходи в Египет, но живи в Гераре. И напоминает Господь, что как я клялся отцу твоему Аврааму, что ты не погибнешь, и потомству твоему не только не погибнешь, но и потомство твое я размножу. Мы видим, что Исаак, он поселился в Гераре, он послушался голоса Божия. И далее в седьмом стихе сказано, жители вместо того спросили о жене его, и он сказал, это сестра моя, потому что боялся сказать, жена моя, чтобы не убили меня, думал он, житель вместо сего Заревеку, потому что она прекрасна видом. Мы помним с вами, что эта история была уже с Авраамом, с отцом Исаака, что тогда Авраам поступил точно так же, он сказал Саре, жене своей, скажи, что ты мне сестра, хотя действительно она была его родственницей, и тогда мы говорили о том, что такие браки не были запрещены, потому что еще человеческая природа не накопила столько греха, и от этих браков рождались совершенно нормальные дети. Но статус жены был всегда намного выше, нежели статус сестры. Вот, ну, как это объяснить в сегодняшнем понимании? Например, мы братья и сестры во Христе, но когда, например, сестра во Христе становится женой, понятно, что ее статус намного выше, хотя, в общем-то, мы все родственники по духу. Но, тем не менее, здесь мы видим, что Исаак Ревеке говорит, что скажи, что ты мне сестра. Ревека помнит тоже все события, которые происходили тогда с Авраамом, как поступила Сара, и она поступает по примеру Сары. Она говорит, что она сестра, и говорит это ради того, чтобы сберечь жизнь своего мужа, как тогда и поступила Сара, как мы с вами и говорили, что она подвергла даже риску, как мы помним, свою честь, лишь бы сберечь мужа и его жизнь. Так она любила его, не было у Ревеки, как у Сары, так и у Ревеки, не было такого феминистского настроя или бунтарского настроя. Представляю, всегда говорю об этом, если бы современной женщине, которая не напитана духом святым, не православная может быть такая только по имени, но не по духу, сказали бы, что вот ради мужа своего необходимо как-то там даже подвергнуть себя риску. Если она руководствовалась бы только потребительской любовью, то, конечно бы, она этого не сказала, сказала бы, ты вообще кто такой, я за кого вышла замуж, ты тряпка, что ли, кто за себя постоять не может, за меня. Но мы видим, что ни Сара, ни Ревека не поступают так, потому что они любят жертвенной любовью своего мужа. А эта жертвенная любовь, на ней сказано, что она проявляется в словах Христа, проявляется в жизни по принципу нет больше той любви, кто душу свою положит за други свои. Или, как сказано у апостола Павла, носите тяготы друг друга и так исполните закон Христов. Ревека поступает по образу своей, сказали бы сегодня, тещи, а Авраам поступает, вернее, свекрови, а Авраам поступает по тому образу, как поступил его отец. Здесь тоже очень хороший урок, что дети часто поступают по принципу, которому научаются у своих родителей. И мы видим, здесь они учатся у своих родителей не просто, что часто родители говорят им, не делай так и не делай то-то, а сами, в общем-то, нарушают на виду у своих детей, в своей семейной жизни очень многие правила и заповеди христианские. Но здесь они научаются по своему образу, по самому образу действий от Авраама и Сара. Что же далее? Но когда уже много времени он там жил, Авимелех, царь Филистимский, посмотрев в окно, увидел, что Исаак играет с Ревекой женой своей. И призвал Авимелех Исаака и сказал, вот это жена твоя, как же ты сказал, она сестра моя. Исаак сказал ему, потому я подумал, не умереть бы мне ради нее. Но Авимелех сказал, что это ты сделал с нами едва один из народа не совокупился с женой твоею, и ты ввел бы нас в грех. Мы видим, что, несмотря на то, что этот царь, в общем-то, был язычник, но, тем не менее, у него было это понятие и был страх Божий. Мы знаем, что и многие люди, несмотря на то, что они не принадлежат христианству, но Бог каким-то особым образом и промыслом своим действует на их нравственное состояние. Но Авимелех сказал, что ты сделал, и дал Авимелех повеление всему народу, и сказав, кто прикоснется к всему человеку и к жене его, тот предан будет смерти. И сел Исаак, сеял Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во сто крат, как благословил его Господь. И стал человек, великим человеком всей земли, возвеличился, и у него было большое богатство. И здесь у него были мелкие стада, и множество пахотных полей, и физистемляне стали завидовать ему. Но это, в общем-то, понятное состояние. Когда у человека ничего нет, то, в общем-то, и завидовать нечему. А тут появилось какое-то богатство, вот он был бедным, теперь стал богатым, и сразу появляются завистники. По этому поводу пишет, и свидетель Иоанн Златоуст пишет по этому поводу цитата. То есть, зависть царя. И также в 16 стихе, прежде чем зачитать цитату свидетеля Иоанна Златоуста, прочитаем 16 стих. И Авимелех сказал Исааку, удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас. Кто только что говорил, кто тронет этого человека, он находится под моим покровительством, а теперь зависть его в нем возобладала, и он изгоняет Исаака из своих пределов. Вот что пишет свидетель Иоанн Златоуст, зависть царя, цитата. Смотри, какая у них злоба. И в воде позавидовали они праведнику, сказано о том, что в 15 стихе они засыпали колодцы. Даже царь, имея сам во всем обилие, не в силах был удержаться от зависти и сказал, удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас. Какое огромное недоброжелательство. За что же ты изгоняешь праведника? Разве он повредил тебе чем-нибудь? Разве обидел тебя чем? Но такова зависть. Она ничего не делает с рассуждением. Слышите, братья и сестры? Такова зависть, подчеркивает свидетель Иоанн Златоуст. Она ничего не делает с рассуждением. Грех всегда ослепляет разум человека. Что же далее? Если царь видел, что праведник используется такой милости от Бога, всяческих, то должен был еще более уважать его, еще более услуживать его, чтобы не делать этого почитанием праведника и самому приобрести благословение свыше. Если царь видел, что праведник пользуется такой милости от Бога, всяческих, то должен был еще более уважать его, еще более услуживать ему, чтобы почитанием праведника и самому приобрести благословение свыше. Принимай, как сказано, пророка во имя пророка и получишь награду пророка. Принимай священника во имя священника, получишь награду священника. Принимай проповедника во имя проповедника, получишь награду проповедника. Принимай христианина во имя Христа и получишь награду Христа. Этот принцип – духовный принцип. Так и говорит святитель Иоанн Златоуст. Еще более уважать ему не следовало бы почитанием праведника и самому приобрести благословение свыше. А он не только не делает этого, но и старается удалить его и говорит «удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас». И подчеркивает «такова ненависть, не терпит с благодушием счастья других, благоденствие ближнего считает за собственное несчастье и изнывает, смотря на благо ближнего». «Точно, все точно, такова, — говорит, — ненависть, не терпит с благодушием счастья других, благоденствие ближнего считает за собственное несчастье или, может, за собственное оскорбление. И изнывает, смотря на ближнего». Так было и здесь. «Царь, имеющий в своей власти весь город, всех держащих под страхом, говорит страннику-пришельцу, приходящему туда и сюда, «удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас». «Поистине он был сильнее их, потому что во всем имел содействие свыше и огражден был десницей Божией». Далее мы видим, что Священное Писание нам повествует о том, что Иаков выкапывает колодцы. Выкопал один колодец, выкопал другой колодец, но филостимляне засыпали эти колодцы. Колодцы в Священном Писании – это всегда прообразы источника воды живой. Христос сам о себе говорит «Я есмь, вода живая, у всякого верующего меня потекут из сердца, из уст источники воды живой». Почему филостимляне засыпали эти колодцы? Филостимляне – это прообраз, прообраз людей века всего, прообраз книжников и фарисеев. Которым ненавистно Слово Божие. Они всячески, так называемая, модная, даже в церковной среде появилась такая методология – библейский критицизм. Они все ставят под сомнение. Это им не так, потоп – это не потоп, это часть, иона там, кита не мог проглотить иону. И другие, другие многие вещи. Как это могло быть непорочное зачатие и прочее, прочее. Этим людям ненавистный, ненавистен источник. Это те филостимляне, которые всяческим своим сомнением, нигилизмом и прочими вещами, которые порождают секулярный мир, стараются засыпать чистый источник божественного откровения. И еретики, и сектанты, искажая Слово Божие, тоже есть некие такие засыпатели колодца воды живой. Или, как некоторые говорят, люди, которые ненавидят Слово Божие, такие гробокопатели. Они все время хотят что-то похоронить. Мы помним, что был такой правитель Хрущев, он так заявлял, что последнего попа я вам покажу в 1980 году и разоблачу его по телевидению. То есть разоблачу. Он думал, что он нашел какое-то такое уникальное слово. Мы знаем, что у священников это облачение, что он разоблачит их в их лжеучении и разоблачит, снимет с них одежды священства. Но умер Хрущев, ушло его время, а Слово Божие, как источник воды живой, так и остается по сей день. Здесь надо обратить внимание, говоря о колодцах воды живой и на собственное свое состояние. Потому что мы часто склонны всех своих каких-то несчастьях и скорбях винить внешний мир. Нас Господь призывает к тому через пророка-экклезиаста. Он говорит, что если кто хочет наблюдать, наблюдай за собой. Посмотрим, не засыпаем ли мы песком внутри себя свой ум, свои чувства и свою волю пороками и грехами. Вот по этому поводу Климент Александрийский опять же пишет, цитата. Он призывает нас расчистить колодцы души. Что пишет? «Задумайся над тем, что в душе каждого из нас есть колодец воды живой, есть некое небесное чувство и незримый образ Божий. И филостимляне, то есть враждебные силы, засыпали этот колодец землей». Какого рода землей? Плотскими чувствами и земными помыслами. И поэтому мы носили образ земного. Когда мы носили образ земного, следовательно, филостимляне завалили наши колодецы. Но теперь, когда Исаак нашел, пришел, при нем его приход и выкопал наши колодецы. «Раскидаем с них землю, очистим их от всей грязи и от всяких нечестивых земных мыслей и найдем в них воду живую, о которой упоминает Господь. Кто верует в меня, у того из чрева потекут реки воды живой». «Узри», — говорит, — «великую щедрость Господнюю». «Филостимляне завалили колодецы». «Филостимляне, позавидовав бывшим у нас тонким и скудным протоком воды, и вместо них нам восстанавливаются источники и реки». «Следовательно, если вы, которые слышат эти слова сегодня, верно воспримете услышанное, то и в вас прибудет Исаак, и он ваши сердца очистит от земных чувств. И, увидев, насколько большие тайны сокрыты в Божественных Писаниях, вы продвинетесь в разумении, продвинетесь в постижении духовного смысла и сами сделаетесь учителями, и из вас потекут реки воды живой». «Ибо Слово Божие здесь пребывает, и его действие в данный момент таково, чтобы из души каждого из вас удалилась земля и открылся колодец воды живой. Ибо он внутри тебя и не извне приходит, так же, как и Царствие Божие внутри нас есть». Конец цитаты. «Расчистим, братья и сестры, эти колодезы, которые засыпают в нас велостемляне». Это наше греховное помышление, наше состояние недобродетельных помыслов, мягко говоря. «Очистим колодезы дыши своей». Ведь совесть, которая есть внутри нас, по выражению Авдорофея, это естественный закон, который вкладывается в человека при сотворении. Но этот естественный закон часто засыпается землей. Поэтому необходимо его расчищать исполнением заповедей Божьей, молитвенным предстоянием перед Богом. Так и сказано, что они, филостемляне, все колодезы, которые выкопали раба отца его, и сам Исаак, при жизни отца его, филостемляне, заваливали и засыпали землей. Итак, мы читаем с вами далее. Оттуда перешел он в Версавию. В ту ночь явился ему Господь. Он, Исаак, вырыл один колодез, расчистый второй, и потом третий уже новый колодез, который уже не засыпали, филостемляли. В ту ночь явился ему Господь Исааку. «Я Бог сказал, Авраам, отца твоего, не бойся, ибо я с тобой и благословлю тебя, и умножу потомство твое ради Авраама, раба твоего». И он устроил там жертвенник и призвал имя Господа. Я вам говорил, на протяжении всех наших встреч, лекций, бесед, мы это прослеживаем в Священном Писании, что жертвенник, который устраивается, это всегда образ молитвы. И вот Исаак благодарит Бога за то, что ему удалось сохранить колодец, который является прообразом души человека, и не дать дьяволу, которого здесь собой олицетворяют филостемляне и бесы, служители его, засыпать их пакостью и зловонием плотских помышлений. «Пришел к нему из Герара Авмелех и Ахуузав, друг его, и Фихол, военачальник его. Исаак сказал им, для чего вы пришли ко мне, когда вы возненавидели меня и выслали меня от себя? Они сказали, мы ясно увидели, что Господь с тобой, и потому мы сказали, поставим между нами и тобою клятву и заключим с тобою союз. Помним, что они выгоняют Исаака, но теперь они приходят, чтобы заключить союз. Это, как мы и говорили прежде, такое непостоянство человеческой души. Только Господь, и Господь не изменяется, и Он постоянен. Поэтому, как сказано, надежда на Бога не постыжает, потому что, если Бог что-то сказал, Он всегда верен в Своем обещании. И только люди, они только изгоняют людей. Часто мы можем это наблюдать и в своей семейной жизни, и среди родственников. Когда кто-то стал побогаче, ему начинает завидовать, и даже какая-то неприязнь, и даже каменями в него швырять такой зависти. Потом понимают, что, ой, что-то мы вроде делали не так. Прибегают, говорят, ну, давай помиримся. И вот здесь Исаак так и говорит, то вы меня прогоняли, то теперь сами ко мне приходите. Еще с такой серьезной свитой, там, вы начальник, то есть первый друг царя. Для чего? Они говорят, мы видим, что с тобой Господь. Но все-таки богобоязненность в них, она преобладает, что, в общем-то, дает им честь. И далее мы читаем, чтобы ты не делал нам зла, как и мы не коснулись до тебя, а делал тебя одно доброе и отпустили тебя с миром. Теперь ты благословен Господом. Он сделал им пиршенство. Они ели и пили. Встав утром, поклялись друг к другу, заключили союз. И вот 32 стих. «И в тот же день пришли рабы Исааковы и известили его о колодезе, который выкопали они, и сказали ему, мы нашли воду, и назвал, дал ему имя Шива, посему имя горду тому Бээр Шива до сего дня». То есть мир, закончились эти родногласия, споры между колодцами. И был Исаав 40 лет и взял себе жены Иегудифу, дочь Бэра Хитинянина, и Васимафу, дочь Елона Хитинянина. 35 стих. «И они были в тягость Исааку и Ревеке». Мы видим, что здесь то речь идет о Исааве, все вроде бы у него в семье благополучно, но, как говорят, можно эту пословицу здесь употребить по отношению к нам в семье не без уродов. Исаав вроде бы на всем этом благополучии, которое складывается в семье, сначала изгоняют, ну вот он становится богатым, потом изгоняют, ну вот наконец приходят, все-таки вразумляются в милях и заключается союз, вроде наступает благоденствие. Ну тут Исаав женится на язычницах, и, как сказано, они становятся в тягость Исааку и Ревеке. Я уже говорил с вами о том, что мы говорили, что невозможно действительно, чтобы в православной семье были люди разные по духу. Вот здесь очень важное такое правило, которое записано в книге «Церковь одна» Алексея Степановича Ховникова. Там есть такое правило, интереснейшая духовная формула, он говорит так, «единство в духе в союзе любви». Вот единство в духе в союзе любви, когда это действительно состояние будет перенесено вовнутрь сначала человеческой жизни, человек привучит свой ум, свои чувства и свою волю к восприятию Слова Божия. Если там произрастут плоды любви, дела, милосердия, сострадания, веры, кротости, воздержания, долготерпения, тогда этот дух будет преобладать и в семье. Но когда в семью врывается человек, который чуждый этого духа, то, в общем-то, расстраивается все и в семейной жизни. Как сказано, худые сообщества развращают добрые нравы. Поэтому видим, что Исаав женится на этих язычницах, и, как сказано, что они были в тягость Исааку и Ревеке. И далее мы будем с вами читать 27-28 главы и увидим, что пренебрежение родительским благословением, мы видим, что Исаав здесь не молится, не просит благословения у своих родителей, жениться ему на них или нет. Как это все, все эти, такие, скажем, ну, нарушения всей этой иерархии ценности, не молитва, не благословение у родителей принесет несчастье, в общем-то, Исааву и озлобит его душу. Но в дальнейшем, как увидим, что Иаков, как прообраз Христа, уврачует его своим примирением. Но это все, пожалуй, события дальнейших наших с вами таких лекций бесед. А сейчас в этой главе, в 26-й, мы увидели очень важные уроки, которые можно извлечь для своей жизни. Всегда необходимо доверять Богу и в бедности, как мы видим, что Исаак был беден, и Ревека были бедны. Но Ревека готова была положить душу свою за Исаака. Она сказала, что она его сестра. Дальше Бог выразумляет Аймелеха. Далее мы видим, что из бедности они становятся богатыми, потом опять несчастье, зарываются колодцы, после этого примеряются, опять вроде бы благополучие. Теперь мы видим, что Исаав берет себе в жены язычницу, опять неблагополучие. В общем-то, это жизнь, с которой мы встречаемся ежедневно. Но всегда, снова и снова повторю, необходимо полагать надежду свою на Бога. Помнить будем эти слова, что любящим Бога все содействует ко благу. Спасибо, Христос.